всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут юля я сегодня человек халатик возможно вы это заметите но не думаю что точно сегодня я решила пополнить свой плейлист который называется прочитано в сети это посты то что обращает мое внимание заголовок у данного поста мертвая вышиващица ну понятно да что такой заголовок нельзя пройти мимо как-то пропустить его да и не нужно в принципе вообще снималась начинала съемку с марсиком марсик решил уйти но он там где-то за кромах у родины в общем данный пост состоит из 10 пунктов ссылочку где я его нашла я оставлю в описании по сути это авторство и так у нас там задано 10 тезисных таких а-ля вопросов не вопросов но порассуждать то мы можем выяснить на какой мы этапе где там только один там положительный негативный результат и так первый там пункт идет никогда не так мертвая вышивальщица никогда не разметит канву соглашусь я именно такой человек который предпочитает не трудиться в данном направлении не делать разметку на канве потому что я вышиваю в основном по цветам и разметка у меня был опыт с разметкой которую я делала самостоятельно и разметку которую была заводская разметка короче мы не подружились моя разметка была точечками то есть квадратом 4 вот точки это обозначение квадрата было а потом короче говоря была цвай карт канва 20 каунтом нет девочки это когда делая вручную разметку мне надо было точно чтобы я понимала что я правильно отцентровала потому что это был кусочек который мне подарила аня дэнстич большой тебе привет если будешь смотреть это видео поэтому как бы и все больше я разметку не делала я не люблю меня разметка очень отвлекает знаю что некоторые девочки любят когда разметка заводская некоторые леоской там это и все темными нитками делайте разметку четко ее придерживаются на им в чем-то помогает мой мозг справляется пока без разметки я в общем пока без разметки так следующий пункт у нас не следит за новинками так я начинаю себя бояться девочки второй пункт тоже это я да я не слежу за новинками не у дизайнеров я не слежу за новинками новых каких-то наборов ну целенаправленно конечно же в другой момент что я это прослеживаю эти моменты когда смотрю видео девочек которые там наборы они собираются вышивать или что-нибудь они там не целенаправленно делают видео когда типа я вот покажу покупки на такие видео я не захожу я вам честно скажу а вот если она там между прочим что-то там такое рассказала то почему бы не глянуть я то есть я так поднимаю голову смотрю чё там чё там кто чем восхищается смотрю такие обзорные видео как у алены хилтунин когда она делала анализ допустим дизайнер ахимеры ну что и нравится почему не нравится топчики антитопчики скажем так с другой стороны это всего лишь как говорит алена вкусовщина то есть ее взгляд ее восприятие то что не нравится ей может понравиться миллион других людей и это клёво это может быть и как бы она всегда подчеркивает то что это конкретно тот момент когда ну где это даже через пять лет не понравится в принципе вот такие моменты да я интересуюсь новинками только тогда когда мы заканчиваются проекты но сейчас у меня проекты расписаны на несколько лет вперед поэтому новинки ну я могу смотреть но я к покупкам очень мало склонная к покупкам вопрос номер ты также безмятежно как запасы наборов для вышивки не знаю у меня нет запасов набора вышивки по моему у меня есть только три набора два золотое руно и одно рту это он потому что он остался последний все поэтому да я безмятежно в принципе не не пыльная рукодельница вышивайся хотя если сказать а на пыльниках то моим рамам нужны эти девайсы но у меня все не как мне дадут руки то есть я продумала конструкцию как оно может быть но короче говоря надо доехать до подруги кинуть четыре строчки скажем так и все будет готово да я как и в шитье я как и в готовке не люблю слишком усложнять там рюшики какие-то настрачивать ну типа это мило это красиво ты должен быть в первую очередь нести свою функциональную так сказать момент жизни то есть если это напыльник то там должен просто быть не обязательно чтобы там были рюши какие-то супер-пупер бубочки и блестяшечки и все такое вообще непадки на этот человек ну мне например проблематично даже если я думаю пойти купить себе золотые сережки ну или просто серьги да но для меня это проблематично потому что ну они должны максимально быть универсальными для того чтобы я их могла одевать под все и я такой человек который может сережки не снимать там по три по четыре месяца и честно говоря у меня не сильно большой запас всяких таких деталей почему потому что я на это не обращаю внимание мне это не интересно понятное дело да точно так же и в наборах то есть если сегодня и завтра я не собираюсь их вышивать то если там мне их прислали да это один момент но прям сильно бегать покупать потому что надо что-то покупать ну не знаю не знаю следующий вопрос 4 не вышивает ту работу что начато 6 лет назад ну слава богу четвертый вопрос то есть пока 50 на 50 я еще не мертвая и у меня нету такого набора который я начал 6 лет назад и не вышиваю его нет у меня долгостроев нету какой завуалированный такой растянутый вопрос о долгостроях нет такого у меня нету ну и вы понимаете да с предыдущего ответа почему нету потому что реально я стараюсь по ходу событий все то что мне интересно сегодня сейчас сделать и тогда конечно же я буду вышивать более актуально для меня а вдруг я передумаю такого еще пока не было но все возможно здесь вы слышите марсика но это так сказать сопровождение ведь и ночное сопровождение видео так немного батарей батарейка выключился пятое не играет выше вышивальные игры ну и тут пошел процент на то что я все-таки выживу так обязательно я участвую в вышивальных играх правда только в своих которые веду только я не знаю почему так складывается уже сколько раз мне Люда предлагала у нас там та игра у нас там эта игра у нас там игра нет я как-то не могу собраться в кучу единственный раз когда я еще участвовала в каких-то там аля общих мероприятий скажем так общественных соревновательных даже не соревновательных просто это было совместные отшивы химеры там у них идет отдельный альбом потом они ты в общем должна отчитываться каждые две недели в пятницу до 12 ночи там два раза пропустил все тебя тыши выбросили без разговоров без упрёсов и так далее хороший кстати момент очень стимулирует потому что хочется все таки участвовать в той большой толпе быть с ними всеми вместе в общем последнюю вот химеру которую я вышивала я ее уже убрала 100 совместного отшива потому что ну мне не было времени и и был такой момент что потом значит эти фото отшивов катрусины рукоделки сама группа без вашего разрешения то есть об этом нигде не предупреждалась ранее не знаю как там сейчас что эти фотографии их делали слайд-шоу и открылся канал на ютюбе где они выгружали ну отшивы по сути говоря схем химеры двояка у меня была тогда причем это делалось не сразу то есть сначала там был совместный отшив он был несколько лет а потом вот у кого-то возникла неплохая идея кстати да как больше показать что есть такой дизайнер что есть такой отшивы вот их много все но мне кажется что таком надо было бы предупреждать с другой стороны ты то что выложено в интернет это уже не твое личное ну вот серьезно то есть твое видео которое ты снимал продумывал там как-то готовился ну его могут спереть что уже бывало не раз поэтому такое такое как бы вышивали игры то я еще участвую так что я пока живее так шестой вопрос не посещает рукодельные встречи хотя это не точно ну сказать что если я два раза посещаю в год встречи рукодельниц причем там не только рукодельницы в плане вышивки и сказать что я не посещаю наверное ближе сказать что я не посещаю но с другой стороны я посещаю выставку я не посещаю сабантуи который там до выставки или после или во время выставки вот такого тоже нету кстати такой вопрос 50 на 50 да я даже призадумалась насколько часто надо просто у нас в Киеве я так поняла что особо никто не собирается нигде ну может быть я меня не берут в те тусовки надо свою создавать что ли тогда я делала пару встреч это было не в этом году конечно же и мне понравилось мне понравилось но я не думаю что я настолько там много чего-то вышиваю чего-то такого сильно крутого чтобы прям сильно с девочками где-то рассиживаться прям каждый месяц ну во-первых нас немного я не люблю когда очень много людей потому что хочется пообщаться в любом случае всегда присутствует тот момент когда на встрече как и на днях рождения тоже не люблю этот момент когда есть очень близкие друзья на дне рождения и приезжают там какие-то а-ля не сильно дальние родственники но с которыми ты общаешься меньше и вот эти вот родственники они всегда весь вечер пытаются вникнуть что происходит ведь ты рассказываешь им не все зато ты рассказываешь друзьям вот эти ваши шутки если вдруг еще вкус по шуткам не совпадает получается ну чё кто-то активно проводит день рождения а кто-то ну все время прислушивается пытается вникнуть в ситуацию вот это да вот это я такие моменты на днях рождениях вообще не люблю когда собираются разные компании их пытаются соединить но это не нереально это невозможно ну там детские дни рождения вообще молчу там не знаешь как зовут родители их детей и кто кому как приходится ты думаешь блин мне вообще надо вникать и что я тут делаю ладно хоть покушаю что-нибудь не такое как всегда дома так ну я еще в макдональдсе не было на детском дне рождения это оба щене с моей стороны ладно надо рожать своих детей чтобы проверить этот маленький момент с макдональдсом как там все вкусно или не очень так седьмой пункт у нас не тратит время на залипание в интернете да кстати я не трачу я вижу что мне пишут сообщения в контакте фейсбуке в инстаграме но я сейчас прям сильно резко не отвечаю если я сижу вышиваю там пару человек которым я там срочно могу ответить ну потому что это мои близкие знакомые друзья рукодельные подруги марсик ходит вот это вот бродит тоску на меня наводит так ну в общем то есть я сейчас особо не спешу потому что мое время на вышивку оно конечно же ограничено как у всех у нас если есть какие-то вопросы я их пытаюсь решить и захожу примерно там два-три раза в неделю для того чтобы навести порядок в группе сейчас надо делать еще один отчет надо еще про один спросить у Юли вот но в том плане что я когда не залипаю в интернете я если вы видели я некоторым отвечаю в два в три часа ночи это когда я ложусь уже спать буквально 10 минут перед сном что не рекомендуется вообще не должен перед сном холодный свет светить вам в глаза ну нервная система расшатывается типа ну то есть ваш телефон это синий цвет в основном и короче говоря я вникла в эту тему потому что реально у меня нового вида ну люстры вот эти led которые переключаются на холодный теплый и цветной короче сейчас вам покажу это люстры в которых есть вот такие штуки тут вот теплый холодный ночник вот сейчас я с ночником кстати снимаю он усыдненный сделан я проэкспериментировала и короче говоря да когда ты включаешь теплый свет у тебя нервная твоя система начинает отключать тебя от питания скажем так то есть ты сразу такой расслабляешься ты заметно расслабляешься а когда холодный свет то есть когда нам поработать больше больше сконцентрироваться холодный свет не дает тебе вот это вот безмятежности поэтому и в офисах в основном холодные лампы ставят для того чтобы лучше концентрироваться марсик ну ты можешь сам взять и открыть себе шкаф в чем у тебя проблема иди сюда любому котику пошевести он сразу реагирует такой типа ты что-то ешь так не будем короче отвлекаться восьмой пункт не оформляет вышитые работы да и короче говоря моя химера была закончена за неделю до встречи с рукодельными вышивальщицами мы четырнадцатого должны были встретиться ну вы знаете у нас в киеве короче этот выходной день выходные дни все закрыто и то есть моя вышивка могла бы уже неделю типа лежать в очереди на оформление но нет я бы хотела бы отнести эту работу на оформление но это не близко возле меня находится и поэтому типа в рабочие дни я работаю выходные они уже не работают то есть работа которую я хотела оформить сейчас даже две понести сразу может быть мне когда-нибудь будет выставка я немного тут узнавала это вообще как бы не проблема организовать и не так сильно дорого ладно такой момент вам чтобы кто-то пришел типа меня как я приходила 5 гривен заплатила 5 гривен это вообще это даже не одна пятая доллара у нас сейчас понимаете девочки ладно то есть да есть у меня не оформленные работы но я все-таки их планирую в ближайшее время закинуть ну просто я не хочу унести в строительный магазин где есть багетка отдельно я хочу пойти в рукодельный магазин маленький где есть представитель багетки и спокойно оформить свои работы потому что я хочу оформить паспорту дожилась до лет пять назад когда оксана масса говорд как-то сильно парилась по поводу там какая рама какой там она как-то выбирала очень то бархат на эту не бархат на эту с каким-то заливом переливом паспорту ну потому что у нее такие на тот момент экстравагантные вышивки были да то есть когда она это подбирала я так смотрела думаю еще ну как-то слишком много движений для одной вышивки то у нее там было какое-то специализированное стекло не музейное но тоже антиблик ей высылали по моему из питера насколько я помню короче не в этом дело то есть еще лет пять назад я считаю что можно подобрать багет и все сейчас я думаю что я просто другую работу вышивала да там есть для чего вставить багет и если это вдруг будет выставка как я себя люблю хвалю и лелею в общем с паспорту работа смотрятся как-то лучше девочки серьезно говорю так что будем работать как бы на выставку типа но это не означает что она будет на самом деле может быть когда-нибудь там по нибудь библиотеке можно если можно договориться но не важно и это даже не важно так что вопрос с оформлением может очень даже стать нормальным и так не покупает раритетный dimensions за 7000 рублей в нашем случае 7000 рублей это где-то тысячи полторы максимум две да по-моему а может быть и меньше даже может быть и тысячи короче не сильно сейчас шарю в курсах потому что ну валюты потому что ну реально прыгают сейчас курсы это понятно конец года нет dimensions я покупать раритетный dimensions да нет девочки вообще нет я вообще люблю многоцветные работы зачем мне какой-то dimensions да он клёвый он клёвый когда вышивает кто-то другой кроме меня я не хочу бумажную схему там где 350 обозначений значков блин я уже от этого далека и как это ни странно у меня никогда даже не возникало желание особо что-то там вышивать что-то мне там упало в душу ну за пять лет если я не вышла ни одного дима и не купила его ну значит при всем уважении к фанатам dimensions ну нет у меня такого не будет на сегодня на конец 2020 года мне точно не будет никаких моментов с димом я себе даже не представляю чтобы я могла там вышивать но может быть какой-нибудь зимний сюжет и все короче я я не готова ответить даже какой бы я выбрала сюжет так и десятый заключительный вопрос спокойно наблюдает как дорожает ее коллекции оставшаяся в шкафу видимо наборов да ну нет у меня нету столько наборов и вообще они не сильно дорогие мой автограф пока ничего не стоит девочки ну это просто но только если да есть только мой автограф на этом не начатом наборе может быть его надо пощупать там как-то помять и тогда может быть возрастет его цена что это сделала именно я но я как-то спокойно отношусь к себе как какой-то там персоне особой не считаю себя таковой в общем это интересны были десять тезисов вопросов или просто выяснения как-то там еще жива моя принцесса там помните это анекдот пробила снежку и принца когда там говорилось типа а с поцелуями пока подождем поэтому о том что я мертва или нет скорее нет я пока еще выбиваюсь нет у меня или положительных всех ответов десяти даже большинства из них или отрицательных поэтому я еще где-то там типа аля шестьдесят и сорок процентов или пятьдесят и сорок пять я где-то вот здесь еще еще есть надежда поэтому да девчонки этот тех эти вопросы я взяла в группе я вышиваю увидела это я в инстаграме сейчас он читал с вк хэштег я вышиваю можно найти на то есть поставить эту решетку и просто русскими буквами я вышиваю написать в одно слово и вам выбьет данную группу кстати эта группа которая сейчас которая производит во-первых железные станки российские амуры это самые большие станки которые могут держать железные станки держат раму метровую в ширину сегодня я смотрел у них там какой-то розыгрыш идет станка амур вот это потому что цена на него хорошо так прыгнула не по-детски мне если вы живете в россии что лучше если доставка да но кто и в зарубежье знаете оплатить только доставку станка это тоже выгодно будет поиграть там есть условия тут я ссылку на этот пост оставлять не буду это не реклама это просто мои наблюдения которые есть я часто у них захожу так сказать на нычку что-то смотрю но в смысле потому что я активно там ничего не пишу активно не действую знаю что у них идейные вдохновители это Женя говорит канал такой был у нас не знаю не вижу уже давно его в плейлисте у себя и наташа наталья забыла прикиньте у него всегда такой нежненький голос энд кастка блин навка не навка у нее фамилия как-то вот так вот наталья а наталья гевка вот тоже канал девочки объединились у них там продажи материалов идут что-то там у них идет короче говоря не об этом идет речь да а сам характер группы я долго сначала присматривалась кстати там Женя говорит на фотках знаете такая ты же фоткается потом были короткие видео про станок такая блин по моему это Женя говорит по моему это эта женщина такая не могла до конца понять а потом действительно когда там к формуле какое-то были обсуждения и да на самом деле я узнала не только с канала говорится а просто по фото и я понимаю характер этой группы потому что такая как Женя она она интересная у нее интересный юмор такой я бы сказала взрослый сарказм что мне вообще очень нравится я люблю когда люди смеются над какими-то они стандартными ситуациями сами как бы сами над собой поржать могут что тоже а почему нет и я абсолютно знаю что люди которые могут смеяться над собой они более лояльны критике со стороны или переносят ее в легкой форме скажем так если уже критика не конструктивная оскорбить оскорбление личных каких-то моментов личности идет в общем вот так вот кстати это видео записала после моего тега блогер эволюция от подписчика к блогеру который мы создали с Джулетой Крустич я как-то ожидала больше такого знаете негатива потому что не то чтобы я прошлась по подписчикам я просто хотела показать вторую сторону монеты а вообще там в монете три стороны поэтому как бы думала будет больше негатива но нет вроде все понятно никто не обиделся а я за это сильно переживала видите как-то так вот получается когда ты ждешь и готов такой уже как бы дипломатичные речи уже заготовлены пока еще нету отзывов таких негативных они конечно же появятся они должны появиться это абсолютно нормально очень быстро следующие девочки уже подхватили начали снимать там у кого-то это в очереди видео на публикацию на выброс внешки то есть он уже готовое видео он уже ждет своей очереди кто-то быстро снял кто не выстраивает видео в очереди в общем интересно конечно получилось и я думаю что надо как-то менять формат на канале больше с вами вышивать меньше вы просили меньше видео про СП а то получается дни СП ну да когда три выпадает в один месяц тут когда когда она вышивает она вышивает вообще она еще жива в общем девчонки ответила я на все вопросы там которые были поболтала с вами марсик вам помявкал я надеюсь вы это слышали если нет то извините это все микрофон виноват точно не я сейчас ночи кстати ну что я сейчас поставлю скидываться на шнурок видео с телефона на комп и показывать ДУВСП больше чем просто большая на виду там шухер в основном альбоме прикол в том что я сегодня пыталась это сделать вы знаете да что в Украине мы не можем напрямую заходить у нас запрещено провайдером предоставлять такую услугу поэтому короче говоря я включила VPN VPN вообще вырубил весь интернет я короче никуда не смогла зайти потом работа звонки туда-сюда ну что значит час ночи значит судьба у меня такая ну что девчонки спасибо что вы были со мной подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны ставьте лайки дизлайки жду вас в комментариях если вы блогер и считаете что это вопросы на которые вы хотите ответить можете ответить чувство юмора у вас чуть выше сарказм вас в порядке я думаю что эти вопросы вам подойдут если вы чувствуете что эти вопросы задевают вас как-то как личность вы считаете что-то абсурд вы можете об этом написать в комментариях но ни в коем случае не снимайте видео тогда а может быть и можно но прошу вас не критиковать автора данных вопросов потому что меня никто не просил об этом говорить это я вам еще раз повторюсь видео снято для того плейлиста который называется прочитано в сети то есть это то что я увидела то что мне понравилось то что я посчитала интересным чем можно поделиться с вами и это тот плейлист который не диктует мне какую-то конкретную тему она может быть негативная она может быть позитивная она может быть просто потому что мне это понравилось по моему личному мнению не по вашему вы как зритель конечно же в любой момент можете отключиться от данного видео идти дальше по плейлисту но я все таки надеюсь что тема была интересная и мы с вами отлично поболтали провели вместе время но я точно с вами а вы еще со мной нет но вы точно будете это смотреть я уверена спасибо за вашу поддержку и до новых встреч на моем канале пока пока